Поручение к исполнению В Казахстане приступили к выполнению поручений главы государства по разработке антикризисного плана действий Кадровые перестановки Назначен новый директор регионального фонда развития предпринимательства ДАМУ А мы ждем новоселье Более 150 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в Вилийском районе в этом году Более чем на 3% возрос объем валового внутреннего продукта по итогам двух месяцев текущего года Инвестиции в основной капитал превысили 11,5% Инфляция сохранилась в целевом коридоре 6% Об этом стало известно в ходе селекторного заседания правительства Республики Казахстан На совещании, прошедшем под председательством премьер-министра Оскара Мамина Рассмотрены итоги социально-экономического развития страны И исполнение республиканского бюджета за январь-февраль 2020 года О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета В местном государственном содержании, в государственных закупках доложили министры профильных ведомств Так рост показали несырьевые отрасли экономики В том числе обрабатывающие промышленность, строительство и ряд некоторых других К слову, Алматинская область в сводном индексе показателей регионов оказалась на пятом месте Однако в свете негативной динамики во внешнеэкономической конъюнктуре По итогам заседания глава правительства дал руководителям ряда министерств и акимам областей конкретные поручения Наша общая задача это обеспечение стабильности в стране, подчеркнул Аскар Мамин В правительственном республике Казахстан совместно с Национальным банком разработаны несколько вариантов дальнейшего развития событий Каждый из вариантов обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми Разработан ряд мер, направленных на минимизацию эффектов от негативной внешней конъюнктуры на национальную экономику Основной целью данных мер является поддержание благосостояния населения Никто из наших граждан не будет оставлен в сложной ситуации В связи с финансовой и экономической ситуацией в стране и в целом в мире по поручению Касамжо Марта Токаева Создан республиканский штаб оперативного реагирования под руководством премьер-министра Разработан антикризисный план действий и подготовлен специальный план по поддержке занятости населения Подобные штаты созданы во всех регионах страны Первое его заседание в Алматинской области провел глава региона Аманда Гбаталов Аким области отметил, что в экономике региона сохраняется положительная тенденция развития по всем отраслям Вместе с тем, в связи с ухудшением мировой экономики, Акиматам будут приняты дополнительные меры антикризисного реагирования Как он подчеркнул, поручение главы государства по обеспечению всех социальных обязательств перед народом будет исполнено Для этого в бюджете области средства предусмотрены в полном объеме По итогам совещания Аманда Гбаталов дал всем своим заместителям ряд конкретных мер по стабилизации экономики и преодолению кризиса на 2020 год До 12 марта разработают план мероприятий по реализации антикризисного плана действий правительства Республики Казахстан Для оперативного реагирования и обеспечения общественно-политической стабильности в регионе Общественно-политической ситуации Мы здесь за счет высвобождения рабочих, остановки производства Все это может дальше иметь и политические аспекты Поняли, да? Там молодежь будет куда-то тянуть Межнациональные какие-то ситуации Сонда и сонда и жарко-долларов Вот мы так вот обозначили Вот, в целом Акцент на поддержку бизнеса В областном центре состоялась встреча Аманды Габаталова с председателем правления фонда развития предпринимательства ДАМУ Гаухар Бурибаева В ходе беседы главе региона представлен новый руководитель регионального фонда ДАМУ в лице Тимура Якеева Также участники встречи обсудили реализацию государственных программ по поддержке предпринимательства, в том числе и региональной программы ЖТСУ К слову, доля кредитования бизнес-сообщества Алматинской области составляет порядка 13% по стране Дальнейшее наращивание потенциала среднего и малого бизнеса области станет возможным благодаря региональной программе, заключенной между Акиматом региона и Фондом развития ДАМУ Так, в рамках проекта каждая сторона выделит дополнительные средства в размере 1 миллиарда тенге Эти средства пойдут на развитие обрабатывающей промышленности, а также создание новых производств Отметим, что в экономике Алматинской области уже задействовано порядка 14 миллиардов тенге За счет этих средств оказана финансовая поддержка более 500 действующим бизнес-проектам Проекты здесь очень такие уникальные, в основном большие производства, созданы очень много рабочих мест И сегодня мы тоже озвучили, что с момента реализации программы дорожной карты бизнеса создано порядка 5000 рабочих мест Отчет идет у нас с 2010 года, то есть это тоже достаточно большой показатель Строительный бум, свыше 150 тысяч квадратных метров жилья в этом году планируют вести в эксплуатацию в Елийском районе По сравнению с 2019 это на 20 тысяч больше Помимо этого в регионе активно ведется работа по реализации государственных программ Особый упор делается на выдачу денежных сертификатов по проектам 7.20.25 и Баха Таутбаса Подробнее в сюжете Этот 30-квартирный дом в селе Отигенбатыр практически готов к сдаче Осталось лишь благоустройство придомовой территории По словам представителей отдела строительства, в течение этого месяца все работы будут завершены До конца весны намерены ввести в эксплуатацию и возводящийся неподалеку 60-квартирную многоэтажку Согласно паспорту объекта, его строительство должно завершиться в ноябре текущего года Однако сотрудники районного отдела строительства уверяют, работы завершатся намного раньше В текущем году, 13 мая, этот дом будет сдан в эксплуатацию В настоящее время работы выполнены на 80-85 процентов Общая квадратура дома составит более 3100 квадратных метров Если говорить в целом о районе, в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 152 тысячи квадратных метров жилья Это на 20 тысяч больше по сравнению с годом ранее По словам ответственных лиц, в районе большое внимание уделяется реализации госпрограммы Бахтотбасы и 7-20-25 В рамках последней в поселке Боралдай ведется строительство трех многоквартирных домов С целью обеспечить население собственными квадратными метрами в регионе увеличивают количество жилищных сертификатов На текущий год, на 2020 год, по программам Бахтотбасы и по программе 7-20-25 из местного бюджета Выделено 55 миллионов тенге для предоставления жилищных сертификатов по Елийскому району В целом в 2019 году был предоставлен 45 миллионов тенге выделено бюджета И 62 участника программы Бахтотбасы и 21 участников по программе 7-20-25 приобрели свое жилье На сегодняшний день в Елийском районе в очереди на жилье стоят порядка 4 тысяч человек Более 3 тысяч из них вошли в категорию социально уязвимых слоев населения Ануар Романгельдинов, Айдос Калиев, телеканал ЖИТСУ Продолжаем выпуск В каком случае руководитель госслужбы уйдет в отставку? Какие дисциплинарные санкции введены для руководителей госорганов, госорганизаций, субъектов в ходе государственного сектора в случае непринятия ими мер по предупреждению коррупции? Эти и другие вопросы были рассмотрены в ходе брифинга Главным спикером которого выступила заместитель руководителя департамента агентства Республики Казахстан по делам госслужбы по Алматинской области Лязад Бесекулова В рамках встречи с журналистами она пояснила, что поправки, внесенные в закон направлены на повышение персональной дисциплины и ответственности первых руководителей при совершении коррупционных преступлений их подчиненными Напомним, 10 декабря 2019 года Касмжо Мартокаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции Одной из самых обсуждаемых новелл этого пакета поправок стало введение Института отставки политических служащих за коррупционные правонарушения подчиненных В случае, если государственные служащие либо сотрудники Кази государственного сектора совершают коррупционные правонарушения то их непосредственный руководитель будет привлечен к административной ответственности Если непосредственный руководитель является политическим служащим то он непременно должен подать отставку в случае, если он на данной должности работает не менее трех месяцев Будет подавать в отставку, а будет приниматься отставка, не будет приниматься отставка это уже вышестоящая по должности, лицо будет принимать решение Поле 100 коррупционных фактов зарегистрировано в прошлом году в Алматинской области Статистика неутешительна В связи с этим в регионе был создан специальный информационно-пропагандистский штаб В прошлом году по инициативе его членов проведено более 60 мероприятий по предотвращению коррупционных фактов В общей сложности охвачено свыше 4000 человек О негативных последствиях коррупции члены штаба рассказали и учителям областного центра Как известно, сфера образования больше всех подвержена коррупционным рискам и аналогичные встречи заставят задуматься, до чего может довести коррупция в последующем На будущее у нас аналогичные штабы, как в области, будут создаваться в каждом районе в крупных городах и населенных пунктах где подберем людей с авторитетом, которые могут вести работу, которые имеют свой авторитет, имидж И думаю, в течение полугода у нас будет результат Мы продолжаем выпуск, смотрите далее Нам не по пути На сайте Минздрава опубликован новый список стран, наиболее опасных по распространению коронавируса Нет предела совершенству Ведущие журналисты страны провели мастер-класс для представителей региональных масс-медиа Welcome to Tokyo Трое велогонщиков из Алматинской области претендуют на получение лицензии на предстоящие Олимпийские игры В одном из детских садов Актау малышей закаляют холодной водой Причем данную методику успешно применяют более 20 лет Об укреплении здоровья детей говорят и сами родители 5 минут разминки в бассейн 2 раза в неделю маленькие пловцы учатся держаться на воде Многие дошкалята поначалу боятся водных процедур Поэтому занятия проходят в игровой форме Разделившись на две группы, дети соревнуются В эстафете главная не только скорость, но и командная работа Это помогает детям побороть собственные страхи и научиться доверять друг другу После дети идут в парилку, обсыхают Там же им дают отвар шиповника, который не только укрепляет иммунитет, но и спасает от простуды К слову, в этом детском саду воспитывают 370 детей 60 из них практикуют закаливание Противопаводковые службы в Кокпетинском районе Восточно-Казахстанской области Перешли на круглосуточный режим работы Только из районного центра было вывезено больше 20 тысяч кубометров снега В этом году на борьбу с весенними паводками местные власти направят 18 миллионов тенге Пока температура воздуха держится на отметке минус Местные власти спешат вывезти снег за пределы населенных пунктов Работы ведутся в усиленном режиме в две смены Всего задействованы 140 единиц техники В Атрау остро стоит проблема обводнения пастбищ и сельхозугодий Подземные водоисточники находятся в плачевном состоянии Единственный источник воды сейчас река Жаех Но и она уже на грани исчезновения В Атрауской области сегодня имеется 15 водных каналов Предназначенных для обводнения пастбищ и сельхозугодий Их общая протяженность 1152 километра Однако все они изношены и уже непригодны для использования Крестьяне бьют тревогу, им нечем поить скот Для решения проблемы в регионе разработали комплексную программу 14 каналов из республиканского передали на баланс области Так, за счет местного бюджета было расчищено 4 канала Работа по реконструкции дополнительных источников воды для сельхознужд Будет продолжена и в этом году Опубликован обновленный список стран наиболее опасных по распространению коронавируса Согласно постановлению главного санитарного врача страны Жандарбека Бекшина в первую категорию вошли 4 страны Это Китай, Иран, Южная Корея и Италия Вторые в списке Германия и Испания А уже в третью категорию вошли Япония, Таиланд, Эмираты, Франция, Швеция, Малайзия, США, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Ирак и Великобритания Напомним, по последним данным в мире насчитывается более 100 тысяч человек Которые были заражены смертельно опасным вирусом По информации специалистов, коронавирус диагностировали у жителей более 100 государств Сейчас в Казахстане взято на мониторинг по всем категориям 4386 человек По состоянию на 10 марта остается по наблюдению 4011 человек Все они находятся на карантине Случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане нет, заявляют официальные источники У нас достаточное количество объектов, где граждане будут находиться в изоляции, безопасности С соблюдением санитарно-гигиенических норм, с питанием, бесплатно, они предусмотрены Но, к сожалению, иногда люди не понимают, начинают думать, что это больные люди Они не больные люди, это здоровые люди Больных людей мы сразу размещаем в больнице Инфекционные больницы, их у нас тоже достаточно Бесплатная консультация юристов Получить профессиональный ответ на волнующие вопросы Теперь возможно благодаря запущенному в областном центре проекту АДАЛКОМЕК Первый прием граждан состоялся в городском отделе координации занятостей и социальных программ В центре поддержки семьи Жануя По словам организаторов, сотрудники Департамента юстиции и государственные судебные исполнители Будут оказывать юридическую помощь населению на бесплатной основе Стоит отметить, что прием жителей будет проводиться еженедельно, каждую пятницу В текущем году начата реализация проекта АДАЛКОМЕК В рамках акции наши сотрудники будут проводить консультации по разъяснению судебных решений По вопросам алиментов, по банковским спорам, штрафам и другим интересующим людей вопросам Итальянское правительство закрывает на карантин всю страну О новых чрезвычайных мерах в связи с распространением коронавируса заявил в понедельник премьер-министр Джузеппе Конте Отныне всем гражданам рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости Запрещено проведение массовых мероприятий Закрыты учебные заведения, музеи, библиотеки, бассейны и бары Новые ограничения вступают в силу 10 марта и будут действовать как минимум до 3 апреля Только за последние сутки от коронавируса в Италии скончались 97 человек Общее число умерших 463 В Москве не прекращаются протесты против строительства юго-восточной хорды Одну из эстакад новой трассы собираются возвести в зоне захоронения радиоактивных отходов Московского завода полиметаллов у парка Коломенская Мэрия обещает вывести зараженный грунт и провести рекультивацию Но протестующие этим заявлениям не доверяют По словам муниципального депутата района Печатники Сергея Власова Рядом с потенциально опасной зоной активисты организовали круглосуточное дежурство Это радиоактивные отходы, невозможно избежать выброса пыли в атмосферу Это самая главная опасность, твердят протестанты Мощная лавина смела группу из пяти туристов в горном массиве Дахштайн Они совершали подъем на снегоступах Несколько человек, ставших очевидцами произошедшего, сообщили об инциденте спасательным службам Однако к моменту их прибытия туристы, предположительно из Чехии, были найдены мертвыми Позднее стало известно, что ширина мчавшегося снежного потока составила порядка 200 метров Длина 400 метров Добавим, еще одна трагедия разыгралась в районе горы Гросск-Лонгтнер Здесь под лавину попал 33-летний полицейский, проходивший высотную подготовку Мужчина скончался на месте в результате полученных травм К другим темам 40 лучших учеников Карасайского района в рамках народной экспедиции Дорога первопрезидента посетили историко-культурный центр Атамикен в селе Шамалган На мероприятие приглашены одноклассники первого президента страны Нурсултана Назарбаева Среди них Эдиги Джониспеков, Кенеспай Байбусунов, Жомар Сексимбаев и Рая Сиразиддинова В ходе круглого стола представители старшего поколения рассказали о том, как проходили их школьные годы Стоит отметить, в Карасайском районе насчитывается более 33 тысяч учеников Среди них 40 особенно отличились своими достижениями в учебной и спортивной подготовке Далее мероприятие продолжилась концертная программа Для гостей выступал фольклорно-этнографический ансамбль Ушхонар и группа G.A.S. В завершении мероприятия отличникам учебы вручены символические презенты Недавно в нашем районе стартовала республиканская народная экспедиция «Дорогой первого президента» Этот проект инициирован Ассамблеей народа Казахстана И направлен он в первую очередь на закрепление в общественном сознании заслуг первого президента История основания независимого государства Сегодня мы хотели отметить старания детей Провести им экскурсию по музею Атамикен Показать ориентиры молодому поколению казахстанцев В знаниях сила с представителями масс-медиа Алматинской области Ведущие специалисты страны поделились опытом Темы касались новых направлений Продвижения материалов в сетевом пространстве Использования новых методик Подробности в сюжете Отечественное телевидение, информационное агентство, интернет-порталы, печатные СМИ Преобразуют работу по востребованности аудитории и контента Как выйти в рейтинге в топе востребованных изданий Как держать людей в курсе событий Отходя от традиционных методов Рассказал один из спикеров Жанасл Болатпек Специалист по маркетингу в социальных сетях Он поделился опытом по продвижению интернет-продукции Рассказал как о преимуществах казахстанского информационного сегмента Так и о подводных камнях Государственные органы в век информационной войны Не вовремя комментируют те или иные события От этого идет распространение ложной информации по разным источникам Потом идет опровержение, но многие могут его уже не увидеть И наша встреча тоже один из элементов взаимодействия с госструктурами Мы хотим объяснить, что умалчивать какую-либо информацию Которая впоследствии обрастает слухами Не в интересах госорганов Семинары в формате свободного общения Направленные на повышение квалификации и обмен опытом Практикуют в Казахстане только Алматинская область Причем на постоянной основе Это в свою очередь активизирует работу молодежи в сфере СМИ Развитие СМИ идет, особенно интернет-СМИ Очень хорошими темпами Идет очень хороший рост Это заслуга молодежи Есть интерес у молодых У нас сейчас молодежь такая стала Не такие, как я, молодые, еще моложе Они любят высказываться Именно свободным языком Их уже не скажешь там Это говори, это не говори То есть вот он то, что думает, то и говорит Организаторы мероприятия Управление внутренней политики Алматинской области Семинар проходил с участием Порядка 15 журналистов и блогеров Хотела бы сказать, что Узнала очень многого интересного для себя Были премии Мы очень много обсуждали С коллегами-журналистами Сегодня В общем, прошло на хорошем, очень высшем уровне Спасибо Полезная информация Что-то где-то, если я сомневалась Я спросила у профессионалов-спикеров Выпуск качественной, актуальной и своевременной продукции Одна из главных целей казахстанских СМИ Задача же государственных органов Реализовать госпрограммы Посредством этих же средств массовой информации Потому тандем, как обоюдно выгодный И интересный проект Найдет продолжение Елеман Раймбеков Аблай Кутубай Телеканал Житсу Уйгурский район Спички детям не игрушка Элементарные правила безопасности Напомнили учащимся Сарканской областной вспомогательной школы-интерната Сотрудники отдела ПОЧС Ребятам рассказали, как правильно себя вести при возникновении пожара Прививая подрастающему поколению чувства патриотизма Пожарные привели факты из истории создания пожарной охраны Рассказали о примерах героического спасения людей на пожарах и при ДТП Огнеборцы объяснили детям, куда и как обращаться при чрезвычайных ситуациях Кроме того, брендмейстеры проверили техническое оснащение школы Весь необходимый инвентарь имеется и находится в рабочем состоянии Заключили огнеборцы Спасибо большое спасателям, что пришли и провели лекцию для наших учеников Уверен, они очень много узнали Вообще, мы работаем с пожарными на постоянной основе Они систематически навещают нас К тому же, мы сами на постоянной основе напоминаем нашим ученикам Элементарные правила пожарной безопасности На стенах имеется план выхода и карта школы Казахстанская команда по велоспорту завоевала три олимпийские лицензии На минувшем чемпионате мира в столице Германии В дисциплине спринт, омниум и керин По итогам периода набора очков на сборную страны по велоспорту Всего приходится семь лицензий При этом Казахстан в соревнованиях на треке будет представлен в Токио двумя спортсменами Сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан Именно позже объявит Казахстанская федерация велоспорта Отметим, что лицензия на выступления в спринтерских видах является для Казахстана исторической Ранее казахстанские спортсмены никогда не были представлены в этой дисциплине на Олимпийских играх Добавим, что большую лепту в завоевание лицензии внесли Артем Захаров И велогонщик из Алматинской области Сергей Пономарев На прошедшем Берлине чемпионате мира Оба спортсмена смогли попасть в топ-10 по итогам своих выступлений Добавлю, на квоты из Алматинской области претендует три спортсмена До этого нашими воспитанниками, Фоминых Данилом и Натаром Юрием Были завоеваны медали на шоссе На участие в групповой гонке, в индивидуальной гонке Они в прошлом году стали чемпионами Азии в индивидуальной гонке И сегодня они идут претендентами на участие в чемпионате мира именно на шоссе И впервые в истории казахстанского велоспорта Наш воспитанник Пономаров Сергей завоевал шестое место И тем самым квалифицировался на Олимпийские игры Таким событием и был насыщенный уходящий день Спасибо за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин